И к другим темам. Рамазан Абдулатипов побывал с рабочим визитом в Хасавюрте. Глава республики принял участие в открытии двух социально значимых объектов – детского сада и перинатального центра. Все подробности в материале пресс-службы президента и правительства Дагестана. Это первое дошкольное учреждение в микрорайоне Затеричный. Всего на 156 тысяч жителей в Хасавюрте шесть детских садов. Очередь в городе огромная. Открытие сада и мамы, и дети ждали с большим нетерпением. Поэтому устроили самый настоящий праздник. Принял в нем участие и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Детский сад сможет принять больше 200 детишек. Объект построен в рамках программы модернизации системы образования. Главное внимание должно быть уделено детям. От того, как будут обустраиваться наши дети, как они будут учиться, кто их будет воспитывать. От этого зависит конечная метода будущего Дагестана. В этом году мы получили денег больше всех в России на строительство детских садиков. У нас 54 тысячи ребенков в очереди стоят в республике. Годами этим фактически не занимались или мало занимались. Мы должны в этом году и где-то к апреле следующего года сдать 22 крупных детских садика. Одновременно мы будем наращивать это строительство. Потому что президентом страны Владимир Владимирович Путин поставлена задача, чтобы к концу 2016 года обустроить полностью дошкольное образование. Для почетных гостей заведующая садом проводит экскурсию. В распоряжении детей интерактивные доски. Использованы новейшие информационные технологии для развития ребенка. Президент принимает участие в открытии еще одного объекта. В канун Нового года будущим мамам преподнесли еще одно чудо. Аналогов такого перинатального центра в республике нет. С помощью передового оборудования медики теперь смогут выхаживать новорожденных с критической массой тела. Для реанимационного отделения предусмотрели практически все. Финансировался объект сразу из двух бюджетов – федерального и республиканского. И здесь самое главное еще будет отделение второго этапа выхаживания новорожденных детей. То, что у нас это очень больное место, с учетом того, что много больных детей, им нужна помощь. А здесь она будет оказываться сразу после рождения, и ребенок будет оставаться в стенах этого дома. Новое четырехэтажное здание рассчитано на 200 человек. Пока сдана ее первая очередь. В своих стенах она примет уже 160 пациенток, 30 коек по патологии новорожденных. Этого нет ни в одном родильном доме Дагестана. И кроме того, у каждой роженицы будет свой отдельный родильный зал, где она будет находиться под наблюдением до родов и после. И самое главное – вместе с ребенком. Ежегодно в республике рождается чуть больше 55 тысяч детей. Новый перинатальный центр будет обслуживать всю северную зону республики. На этот год нам удалось сделать достаточно многое. На 20% нам удалось снизить смертность детей, новорожденных детей. По уровню модернизации в медицине, по показателям этого года, мы занимаем первые и третьи места в Российской Федерации. Хотя по целому ряду других показателей, по обеспеченности медицинскими учреждениями и так далее, мы еще находимся позади. Поздравляю с прекрасным домом, с прекрасным подарком к Новому году. И желаю, чтобы Новый год для вас всех был успешным, удачным, благополучным, чтобы чувство счастья вас не покидало. Перинатальным называется период с 28-й недели вынашивания, объясняют специалисты. В это время плод достигает килограмма в весе и имеет все шансы выжить. С введением перинатальных технологий, с адекватным введением беременности, процент выживания вырастет в разы, говорят медики. Рабочая поездка Рамазана Абдулатипова завершается волейбольным турниром во Дворце спорта имени Гамида Гамидова на призы президента республики. На площадку вышла сборная команды Дагестана и Хасавюрта. Фатима Ашурбекова, Артем Сидорченко, Асхабали Абдулсамидов. Время новостей.